СПАРТАК Впереди В первом туре, напомню, команды сыграли 4-0 СПАРТАК выиграл По составу Давайте пробежимся Вот подсказали мне как раз таки 10-го номера Масаева Олега Заменили у ФШМ Ну и Состава озвучу 20-й номер Ветряк у ФШМ в Воротах 65-й Самойлов 4-й Максимов 2-й Васюков Васюков в желтую карточку в первом тайме получил Она единственная была в первом тайме у команд 16-й Гусейны 25-й Аксенов 9-й Ададзе Автор забитого мяча он же и капитан 10-й был Масаев Вместо него вышел Зиновьев Вместо 16-го, кстати, в первом тайме у ФШМ Замена произошла 11-й на поле Репов появился 23-й Булгаков у ФШМ 92-й Соломаха 24-й Голуб Такой состав ФШМ У Спартака Замен Перерыва не было, поэтому все действующие лица Которые были в первом тайме на поле Озвучу вам их сейчас Первый номер Арсентий Федор Воротарь 7-й Иванов 4-й Петрунин 3-й Сурков 33-й Карнаухов 14-й Володкин Петр Капитан команды 15-й Пацтов 8-й Орехов Кирилл 10-й Бакаев 11-й Руденко 9-й Мазуров Зуров Такой состав Спартака Ну и напомню Спартака Иванов И Орехов Забили по мячу Ну и погода у нас Совсем Разгулялась Такая приятная Осеннее Солнышко выглянуло Ну и прекрасный Вид У нас на МГУ На Москву Реку Такая Осенняя Прекрасная погода Можете вы также наблюдать На заднем фоне нашей картинки Видно Во все прелести Красоты Природы Ну и Москвы Спартак тем временем Подачу штрафную исполняет Витряк Вратарь Мяч забрал Ввел рукой Нарушает правила здесь Иванов Трунин Трунин хорошо сыграл Руденко Нарехова Ну и рассказывал я в первом тайме что Мячи забили у нас У Спартака седьмой номер И восьмой У ПШМ номер девять забил Получилось семь Восемь девять По порядку Игроки забивали И Шестых номеров у нас На поле нет Поэтому в меньшую сторону Вряд ли пойдет А вот В большую могут пойти Правда у ФШМ уже Масаев под десятом номером ушел А вот у Спартака Под десятом Бакаев есть И Возможно он Станет автором Следующего забита мяча Как раз таки сейчас Муратом На правом фланге Десятый номер Спартака Боролся с защитником А вот заработал Орехов Бакаев Заложил Подача На дальнюю штангу Руденко До мяча не доберется Иванов подбирает А Володкин Уже не в ту зону Делал передачу Ушел оттуда Иванов Иванов Аут ФШМ Будет бросать Ушел оттуда Сильно 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 Вперед Сильно Вперед Еще один аут Еще один аут Сохранил Петрунин Петрунин Пытался Дегональ исполнить Ушел оттуда На Бакаева Не прошла передача В центре поля ФШМ Начинает атаку Борется здесь Пац Остался мяч у ФШМ И ФШМ разгоняет свою атаку Аут Хозяева бросят Ну и аут уже для Спартака Иванов Иванов Хорошо разобрался По ногам Даже получил Но он стоял на газоне И передачу смогли выполнить Руденко Прессинг обозначил И Защитник ВШМ Меч Выбил за боковую Карнаух Первом тайме Алексей Игул привез И действовал Немножко Неактивно А сейчас атака Спартак угловой Будут подавать Мазаров там завершал В итоге Угловой Заработал Да Карнаух В первом тайме Передачу Сделал Назад на вратарях После чего был Перехвачен мяч И забит Гол Ну и Пару раз Алексей Штрафной там Ошибался Сейчас Удар Руденко Мимо цели Замена У Спартака Сазонов Денис 17 номер На поле Появится Меняет Меняет он Бакаева Заменили обе Десятки У нас на поле Поэтому Моя Теория Цифра Вряд ли уже сработает Следующий На очереди Руденко Чтобы Он Забил Забил Петрунь Мячом Сейчас Играет Последнего защитника Идет в обыгрыш Смело Там Ну Все хорошо Что хорошо Заканчивается Пацав Скорость набирает Денис Центр На Кирилла Орехов Орехов там С тремя боролся В итоге Мяч потерял Корнауха В передачу Не исполнил Ну Отрабатывать нужно Сейчас Провалил Из зоны Корнаухова Помог там Володкин Отбирает Мяч Игроки В СШМ Ну и правила нарушены Сейчас Позиционно Хорошо действовал Турков Орехов Разобрался Тащит мяч Кирилл Передача штрафного Удар Выше Ворот Сейчас Володкин Исполнял с Турков С Игроки Иванова с мячом. Сейчас атака ФШМ. Зиновьев в штрафной площади, там борется с ним Петрунин и мяч отбирает. Пацов Руденко. На скорость себе мяч прокидывал, что тут будет? Будет угловой. Саша Руденко будет исполнять угловой удар у Спартака. Не прошла эта подача. А, вот еще один. Спартак бросит. Ну ладно, вам ничем осталось. Штрафной. В итоге арбитр полю Спартака ставит. Разыгрывали Спартаковцы. Сазонов там мяч получал. В штрафной площади разобраться не смогут. Верховы Наталья. Регулируют. Как раз в Санкт-Петербурге. Катерина. Верховы Наталья. Верховы Наталья. сурков спать он отыгрался на ухов молодкин направо прострел низу штрафную не проходит эта передача ну и мяч Арсентьеву достал все Иванов с Руденко нарушает право сейчас Петрунин нужно нужно сейчас про таку забить гол чтобы поувереннее себя чувствовать преимущество в один мяч оно довольно таки скользкое и любая ошибка может уже игров не чувствоваться вести тут Мазаров доберется до мяча добирается Руденко выиграл борьбу Иванов низом штрафную простреливает болотки пошли зацепи 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 Арсентьеву мяч достается зацепи 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 Петруль, ну не нужно Спартаку-то сейчас как-то пытаться успокоить игру, сбить темпы, а все-таки, я думаю, стоит попытаться забить третий мяч и уже тогда успокаивать. Выгоняй, 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 Илюха, 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 да. Ну и сейчас момент по ФШМ и ошибается в этом эпизоде. Булгаков, это был, повезло, Спартаку. Петруль. Браво, 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 браво. Вау, убивает ФШМ мяч и Спартак будет из боковой бросать. Спартак в атаке, Руденко получает мяч, разворачиваться бы Саша, сзади по ногам получил. Нет, сам упал. Ну и замена. У ФШМ Журин, 18 номер, на поле готовится появиться, кого меняет Саламаху, меняет 92 номера. Нет, 24 номера все-таки заменили, это голубь был. Зиновий шел вперед в ФШМ, оттеснили его от мяча и здесь Орехов. Ошибается, передача Иванов. У зоны есть свободы, возьми игру на себя. Из боковой. Саша, уй! Вперед! Давай, вперед! Вперед! Вдальши, штук! Ушел, ушел! Давай, давай! Зачем? Рубенко скорость набирает по центру можно передачу сделал он на Орехова не до дачи это была передача в итоге мяч перехвач остановит мяч останавливает игрок пошли мяч и за боковой фшм иванов там доборолся до конца половину второго тайма команды сыграли уже счет неизменный у нас 1-2 спартак обыгрывает фшм еще два метра Рубенко сзади получил по ногам проходит удар для спартака там иванов у нас сейчас на газоне лежит держится за голеностоп все в порядке разобрался борьба на линии штрафную площадь спартака не пускать все правильно иванов в центре спартак двигают мяч вперед спартаковцы не ошиблись здесь передачи главой фшм будет исполнять регионов в левую иду давай 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 иванов 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 а Подача в Трафную площадь Спартака, выигрывает воздух. Здесь Орехов, подбор за Патцевым. Что ты делаешь, Созо? Ты один идешь. Какая передача? Ты свежий вышел. Орехов. В центре. Дальше. На Иванова, Иванов один. Идет вперед. Передача на Мазырова. Мазыров оказался на месте левого полузащитника. Угловой. Зарабатывает. Илья Мазыров. Что, сам пойдет исполнять? Судя по всему, да. Еще один угловой. Разыграли мяч, спартаковцы. Подача на дальнюю штангу. Мяч ушел за пределы поля. Продолжение следует. Иванов, посланка бивает, здесь Мазыров. Иванов, оставил мяч в игре. Петрунин здесь мяч выбил, упал на газон, схватился за ногу. Дернул ногу? Нет, все в порядке, подымается. Володкин, в центре. На Сазонову передачу исполнял, Сазонов воткнулся в игрока ФШМ, защитники помогли, в центр мяч выбили, но здесь борьба. Втором тайме, конечно, ФШМ немножко поинтереснее смотрится. не мешает. ФШМ, блядь. Трафной нарушает правила игрок ФШМ, там Иванов падает на газон. Появляется медперсонал у Спартака на поле. Пауза у нас небольшая. Ну и около 15 минут остается до конца встречи. Один-два Спартака выберут ФШМ, 99-го года рождения у нас команду встречаются. Сложный матч для спартаковцев. Смотрим. Петрунин будет исполнять штрафной. Замена. У ФШМ, 17-й номер, Острик на поле появляется. Меняет он Саламаху. У ФШМ бросит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что обернется. Для Спартака. Сильный вперед мяч выбили. Ошиблись здесь. От ворот. ШМ мяч в игру введут. Сейчас Орехов мяч отобрал, а Орехов считает, что было все с нарушением правил. Подачу в штрафную площадь, там мешали Арсентьева до мяча добраться. Арбитр... Свистал дает штрафной удар. Вверх! Сазонов мяч потерял в центре. Тут же Володкин в отбор вступил и правил нарушены против Володкина. ШМ выиграли борьбу. Около 10 минут у нас остается до конца. Последние минутки по сути идут и сейчас самое важное время для команд. Не пропустить бы Спартаку, а лучше бы забить. Аут. Ну и замена. У Спартака на Циканян Альберт под пятым номером на поле появится. Кого меняет, меняет Орехову судя по всему до восьмого номера. Орехову судя по всему. Аут. Красно-белые будут бросать. Борьбу тут же ФШМ навязывает. Ну и передача не проходит. Да, поскорей бы уже этот матч закончился для Спартака. Неудачно довольно-таки складывается. Выигрываем, хотя ну и не клеится второй тайм совершенно. Сейчас Руденко в штрафной мог мяч получить угловой. Далее штрафной. Остальное! Подача на ближнюю. Здесь защитники ФШМ. Пацов. Карнаухов. Сейчас хорошо. Здесь Петрунин разобрался. Мазуров. Мазуров. Сейчас они поменялись. Руденко вообще местами. Руденко у нас нападающий. Играет дальний удар Мазурова мимо. Мазуров на левый фланг сместился, а Руденко играет центрального нападающего. Сазонов махнул так по мячу. Ну и арбитр фиксирует игру рукой у игрока ФШМ. Пацов. Руденко. Чуть замешкался, сразу мяч отобрали. ФШМ. Иду вперед. Ну здесь нужно обороняться. Иванов. Там падение штрафной. Подъем показывает. Арбитр ничего не было. Ну и около пяти минут у нас до конца. Выстоять нужно. Самые сложные. Минуты. Пацов мяч тут получил. Дальше на Руденко не доберется до мяча Александр. Пытается Спартак запрессинговать. Мазуров. Ошибается сейчас Мазуров. Здесь Иванов. Ну и Петрунин. Первый на мяче вынести. Мяч уходит. Мяч уходит. Мяч уходит от игрока ФШМ. Отворот. Арсентьев мяч в игру введет. Вот. Момент. Блин. Все меньше и меньше. Времени остается до конца матча. Второй тайм у Спартака совершенно не складывается. Впереди ничего толком не можем создать. Ну и в обороне. Были опасные моменты. У хозяев ФШМ справились. И сейчас бы уже достоять. Скорее бы уже арбитр дал этот финальный свисток. И один-два. Так мяч бы и закончился. Мазуров. Слева мяч получил. Смещается в центр. Передача на Руденко. Но вот сейчас бы нет. Отобрали здесь мяч снова ФШМ. Спартак и так редко к чужой штрафной площади подходит во втором тайме. Ну и здесь. Хорошо здесь Иванов. Пацев доберется до мяча. Мазуров. Пацев там забегает. Мяч получает. Ну и подержать. Подержать нужно действительно. Денисов. Мазуров. Спаться он. Отыгрались. А вот. Будут бросать. Спартаковцы. Руденко. Возле углового флажка там. Финтиты. Что арбитр показывает? Показывает, что от Руденко мяч ушел. Будет мяч. И свисток финального арбитра. Фиксирует он победу у Спартака над ФШМ 1-2. Спасибо всем, что были с нами. Спасибо пресс-службе Спартака за организацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова